Работали приятели по очереди. Схема была предельно проста. В быстрые деньги спокойно заходил некий юноша и проводил быстро налет. Он смотрел, нет ли кого постороннего в зале, подходил к стойке персонала, доставал пистолет и деньги на бочку. Дамы, которые работали в операционных залах, безропотно подчинялись требованиям разбойничков. К своим акциям налетчики готовились заранее, прячась от камер наблюдения надевали очки и даже зимние шапки-ушанки. После проведения оперативных разработок в одном из офисов преступников взяли. Оказалось, что они ходили на дело вначале с игрушкой, а потом, разжившись денежками, купили пневматический пистолет. Жили братцы-разбойники одним днем. Все награбленное тратили на попойки и ночные клубы. Осуществляя свои преступные намерения, они узнали из сети интернет, что ранее в других городах совершались разбойные нападения на офисы быстрого кредитования, которые также имелись и у нас в городе Рязани. Данные офисы, по их мнению, не имели вооруженной охраны тревожных кнопок, поэтому они совершили с апреля по май прошлого года пять разбойных нападений на офисы быстрого кредитования. Таким образом, они завладели денежными средствами в размере более 100 тысяч рублей. Продолжение следует...